Авторадио Магадан, 103FM Очень внимательно слушал блог, который касался работы региональных операторов. Это то, что с нами произошло в 2019 году. То, что я вам перед новогодним эфиром говорил, что самая большая проблема для меня это 0 часов 1 января 2019 года. Когда старая система обращения с коммунальными отходами перестанет работать, а новая должна начать. Именно в 0 часов 1 января. Так была выстроена наша региональная политика. Я хочу вам сказать, что много нерешенных вопросов действительно. Большая проблема в городе Магадане сегодня не с самим мусором, который находится в контейнерах и баках, а в мусоре, который складируется рядом с контейнерными площадками, магазинами, рядом стоящими, встроенными в жилые дома, и крупногабаритными отходами. Это на самом деле не отходы, старая мебель, холодильники, пианино. И причем в последние месяцы, видимо, это связано все-таки с активной работой вравляющей компании, потому что у них есть предписания по очистке подвалов, чердаков. Но это все же вещи, которые могут загореться. Предписания пожарных. Может быть, это они выносят. Но тогда хорошо их нужно вывозить. Но мне кажется, что все это должно пойти на спад. До бесконечности выносить холодильники, диваны, кресла, столы из шкафы, из квартир невозможно. Поэтому я бы хотел обратиться к магаданцам. Надо платить. Там собираемость сегодня. Всем кажется, что это 57 рублей или 114 рублей. В зависимости от количества проживающих придет эта сумма небольшая, потом заплачу. Собираемость в Магадане сегодня составляет около 40%. В этом тарифе не просто работа полигона. Тут еще и перевозчик. В этом зарплата, ремонт автомашин, приобретение, кредиты, чего там только нет. Хотелось бы, чтобы все платили своевременно. Тогда мы обеспечим нормальную работу регионального оператора. И тогда у нас будет мусора меньше. Показывали там несанкционированные свалки. У нас тоже, к сожалению, в Магадане несанкционированные свалки есть. И я прошу, вот у нас есть там на открытом Магадане ресурс, проблема там точка.ру, по-моему, называется. Мы принимаем все ваши звонки. Мы отправляем административно-техническую инспекцию. Мы заряжаем это в муниципальное задание комбинации зеленого хозяйства. И мы вывозим. И, к сожалению, каждый год на эти деньги мы тратим где-то около 80 миллионов на освобождение города от несанкционированных свалок. Вот совсем недавно поймали там в районе орбиты одного из предпринимателей, который вывозил туда некие отходы свои. Не надо этого сейчас делать. Купите талоны и везите сами на полигон. Это дешевле обойдется, чем штрафы, которые вы будете привлечены. И плюс, ну, нехороший такой фон для вашей бизнес-истории. Вот поэтому это все актуально. Тоже занимаемся этим вопросом. Надеемся, что и на федеральном уровне какой-то анализ будет проведен, и дополнительно какие-то регулирующие вещи будут введены. А может быть более жестче наказывать, чтобы неповадно было? Наказываем за то, что формируют несанкционированные свалки. Но все думают, что никто его не видит. Это особенно частный сектор у нас этим хулиганит. Мы постоянно добавляем контейнерные баки. У нас в городе Магадане около 400 контейнерных площадок, на которых находится более полутора тысяч контейнеров для коммунальных отходов. И мы добавляем постоянно с тем, чтобы человек буквально как собственное ведро там прошел, выкинул, но только, пожалуйста, в контейнер, потому что тогда проезжает машина, и механизмы убирают эти контейнеры. Они нужно привлекать дополнительных рабочих, ручников, которые будут это собирать. Мы, кстати говоря, очень много изготовили сейчас, там порядка 100 с лишним табличек. На зеленом фоне там обозначены все наказания, предупреждения по замусорению территории. Вот даже бросить окурок, это считается, что человек, значит, сорит на территории города, в соответствии с правилом благоустройства и содержанием муниципального образования города Магаданон, может быть привлечен к штрафу до 30 тысяч рублей. Вы знаете, я быстро добавлю, скажу, что если бы еще существовал какой-нибудь, я не знаю, рейд или патруль, который бы наблюдал за вот этими брошенными окурками, я думаю, что столько бы штрафов набрали. Ого-го, потому что нет у нас еще, к сожалению, той культуры. Процедура привлечения, она достаточно сложная. Надо установить личность. Чтобы установить личность, нужно, чтобы рядом были сотрудники полиции. Сотрудники полиции при понятых составят протокол. Затем все эти документы передаются в административно-техническое управление наше. Они оформляют протокол и приглашают на административные комиссии. Административная комиссия принимает решение о том, чтобы человек заплатил штраф. Потом начинается процедура оспаривания. Некоторые спорят, а за 30 тысяч будут спорить. Еще больше будут спорить за 80 тысяч рублей, которые сейчас за парковку на газонах. Замечательная норма, которая вступит. Я думаю, что те, которые сегодня вынуждают магаданцев звонить на прямую линию, жаловаться. Вот сейчас кого-то это отрезвит, что 80 тысяч – это прилично. Поэтому вот эти ужесточения, которые есть в различных сферах, они полезны на самом деле.